Чемпионат Мозорского пограничного отряда по рукопашному бою проходил 25-26 января. Второй день – самые захватывающие поединки. Они состоялись в физкультурно-оздоровительном центре Полесь-Арена. Как положено, на соревнованиях подобного масштаба в начале – церемония открытия состязаний по рукопашному бою, который является важной составляющей пограничной службы. Мы, пограничники, при выполнении своих служебных обязанностей, в первую очередь, должны быть готовы не только задержать, а при необходимости применить физическую силу в отношении нарушителей государственной границы. Естественно, до применения оружия мы делаем все для того, чтобы нанести минимальный вред жизни и здоровью граждан, которые по тем либо иным обстоятельствам нарушают государственную границу, идут через нашу страну, либо приходят к нам для того, чтобы остаться здесь. И в первую очередь у нас идут приемы рукопашного боя. Большую помощь в организации соревнований оказал отдел спорта и туризма Мозорского районного исполнительного комитета. Отдельно отметим физкультурно-оздоровительный центр Полесь-Арена и специализированную детско-юношескую школу Олимпийского резерва номер 2. Мы, безусловно, рады принимать соревнования данного уровня. Интересно будет увидеть наших бойцов в турнирной борьбе. Статус турнира повышал судейский корпус, который сформировали тренеры и спортсмены Мозорского представительства Белорусской федерации Панкратиона и смешанных боевых единоборств. Сегодня интересно будет посмотреть соревнования по прикладному рукопашному бою. Во-первых, ребята с разным уровнем подготовки. Ребята до службы в армии занимались различными видами единоборств и сейчас попробуют свои технические навыки, умения использовать в прикладном рукопашном бое. Команда пограничного отряда Мозорского всегда хорошо выступала на своих ведомственных соревнованиях. Всегда команда была в призах. Надеюсь, сегодня мы увидим яркие зречные поединки. Отметив, что под началом Сан-Саныча сборная команда Мозорского пограничного отряда будет готовиться к республиканскому турниру, предоставим слово главному суде соревнований, руководителю физической подготовки отряда, кстати, мастеру спорта по рукопашному бою Палу Николаевичу Леоновичу. Данный чемпионат является отбором на республику среди органов пограничной службы. Это наш второй чемпионат. В части первой был у нас лыжи, второй рукопашный бой. Рукопашный бой – это один из основных элементов в органах пограничной службы. Ну а далее начался турнир, который подарил множество увлекательных поединков. Тут было все – эмоции болельщиков, несокрушимая воля к победе и, собственно говоря, победители, которые в финалах оказывались сильней, что пределили судей как единогласным, так и раздельным решением. Так это случилось в бою Николая Рогова и Владимира Выровича. Он и стал победителем весовой категории до 75 килограммов. Второй раз выступаю, второй раз, очередное первое место. Подготовка подходит. Мы сами стоим, тренируемся, сами между собой на перчатках, на лапах работаем. А в целом такие мероприятия – это очень даже хорошо, потому что каждый может показать себя и каждый может заявить, где угодно и везде угодно. Это хорошо, что дают такой шанс людям. Отметьте вице-чемпиона весовой категории до 90 килограммов Артема Юсупова и победителя в этом весе Ивана Закревского назовем имена других чемпионов. Данила Москалева, Максима Коваленко, Егора Шкиндерова, Виталия Белого, Романова и Тишкина – чемпионов и спортивную гордость своего славного подразделения Мозорского пограничного отряда.